всем огромный привет сегодня у меня будет видео о моих наборах которые еще не показывал я покупала их за какой-то определенный промежуток времени но сразу видать убирала на место и забывала них забывала показать а сейчас когда я перебирала свои наборы раскладывала их по производителям в как-то еще их сортировала я обнаружила те наборы которые еще не показывала здесь на ю тубе и хочу поделиться своими покупочками но перед тем как я перейду к наборам я хочу показать вот эту вещицу вы видите перед собой замечательный такой упаковочный кусочек торта и на нем ну вот просто я несколько дней уже любуюсь не могу глаз оторвать вот такой кусочек шоколадного торта из полимерной глины я была очень счастлива получить такой сюрприз от рукодельницы тамары с тамарочка я познакомилась при встрече она выбрала у меня аукцион я передавала рукодельный органайзер она же не смогла прийти с пустыми руками сделала мне небольшой сюрпризик вот в такую коробочку вот такую коробочку она положила на самом деле сама коробочка очень миленькая я просто держу ее на столе и все время у меня глаз косится то есть я наслаждаюсь и наслаждаюсь и вот в этой коробочке лежали ее поделки вы представляете тамарочка занимается полимерной глиной и вот наверное вы знаете мою любовь к улиточкам посмотрите какая улиточка была в этой коробке это магнитик вы посмотрите она туда еще и бисер вставила у этой улиточки двигаются вот так вот глазки на рожках ну просто красоте цвета очень красивые такие нежные этот магнит я кстати прикрепила не на холодильник а прямо здесь на своем рабочем месте у меня здесь лампа сейчас она как раз включена и к этой лампе в принципе магнит хорошо притягивается вот я его туда прилепила потому что вот просто отнести на кухню и прицепить на холодильник но он же не будет у меня перед глазами все время а мне хочется им любоваться и наслаждаться и еще кроме магнитика в этой коробочке был такой брелок тоже очень очень вкусный половинка рафаэлла вот конфеты рафаэлла удивительно вот глядя на такие штучки мне очень хочется заниматься полимерной глиной правда я не очень представляю как это все можно сделать но как говорят было бы охота можно научиться всему тамарочка тебе огромный привет и огромнейшее спасибо за такие рукодельные сувенирчики я была неожиданно и приятно удивлена и но мне настолько приятно их получить вот они меня очень и очень порадовали а сейчас давайте перейдем к наборам хочу показать вот эти наборы это два набора из одной серии я люблю покупать серийные такие наборчики из серии ретро ретро нью-йорк и ретро париж вот эти два набора я купила в леонардо мне была в подарок предоставлена на 8 марта по моему да на 8 марта карточка леонардо подарочная карточка и вот на эту подарочную карточку я приобретала там наборчики заодно купила эти два здесь есть напечатанная канва вот этот фон напечатан вышивается только центральный сюжет но мне очень нравится в таком стиле и картиночки в принципе небольшие я люблю небольшие картинки это как раз для моего интер и интерьера очень и очень подходит вот сейчас удивлением заметила что дизайнер этих картинок наталья младецкая не очень на нее похоже но вот кстати перебирая свои наборы я поняла что у меня очень много наборов именно наталья младецкой видать это любовь достаточно сильная и долгая раз у меня за определенное количество времени накопилось только ее наборов что еще из покупочек я вам не показывала а я не показывала вот этот наборчик от рт он называется мечты и грезы этот набор 28 на 36 из всех девушек которые сейчас есть на вышивальном рынке вот эта девушка конечно понравилась мне очень и очень она тоже в таком ретро стиле мне очень нравится эта девушка она в такой просторной шляпе мне кажется она где-то вот приехала на открытом кадиллаки отдохнуть скорее всего к морскому побережью вот я себе такую картинку почему-то представляю и что мне очень понравилось в этом наборе что он идет с равномеркой здесь лугана ткань лугана составе ну в принципе если вы хотите чтобы мы поближе посмотрели какой-нибудь набор напишите я конечно же это сделаю вместе с вами мы сейчас просто не буду затягивать видео а что еще я прикупила в леонардо я давно уже хочу попробовать гладь но мне не хочется брать какую-то большую работу что-то в виде скатерти потому что я боюсь начать и как-то там не очень если вдруг что-то не будет получаться то может быть забросить и поэтому я решила что дай-ка я возьму что-то для практики и вот такой небольшой набор написано что размер готовой работы 13 на 13 сантиметров меня это в принципе очень устраивает набор фирмы панна анютины глазки и незабудки здесь если посмотреть в нижнем левом углу есть еще два таких же подобных наборчиком лесные фиалки и анютины глазки просто анютины глазки ну вот мне понравилось сочетание этих цветов здесь есть незабудки здесь как-то больше вариативности что интересно что этот набор продается сразу с паспорту с вот этим круглым паспорту сам рисунок нанесен на ткань мне кажется какой-то искусственный там материал и ниточки соответственно конечно гамма и все это вышивается и потом потом оформляется в паспорту не знаю честное слово каким образом оформляется в паспорту так как все равно нужна рама для того чтобы все это держалось ну посмотрим то есть я хочу я планирую попробовать гладь и вот такой наборчик у меня послужит небольшой тренировкой я с удовольствием гладь попробую на именно на нем хотя здесь вот сейчас присматриваясь к цветовым сочетаниям я вижу резкое я вижу резкие переходы цвета например темно-зеленого со светло-зеленым такое сочетание достаточно резкое мы посмотрим как получится раз так придумано дизайнером и по моему вот эти незабудочки вышиваются мультикалором я ошиблась это конечно же не мультикалор это меланжевая нитка это оттенки одного цвета переходящий из из более темного в более светлый мультикал color это все-таки сочетание нескольких цветов так с этим мы тоже разобрались самых последних покупках которые я делала буквально недавно может быть неделю может быть полторы максимум две назад я клюнула на вот этот дизайн я просто в восторге от самой этой картинки но не знаю что меня цепляет но мне так нравится вот это сочетание двух сов одной живой и тряпичной куклы прям очевидная любовь кукле живой совы и прям глаза с поволокой вот это тряпичная с пуговками вместо глаз ну просто прелестная прелестная помимо этого у меня была задача попробовать новую фирму для себя mp studio у меня еще нет никаких наборов вернее не было никаких наборов до этого вот этого производителя мне было интересно посмотреть что что такое с чем его едят честно говоря вот этот наборчик я уже начала она я немножечко попозже расскажу о том как какую я еще работу начала и мне очень нравится цветовое сочетание не так нитки очень яркие правда они ложатся достаточно сложно здесь вышивка идет в три нити и в одну нить вышиваются деревьям вот этот контур задний фон на котором вот на котором эти совы и прорисованы он вышивается в одну ниточку сами же суммы и ветка на которой они сидят все это в три нити ну ложится так себе скажем правда я начинала вышивать этот наборчик на руках потом прицепила его на кус напы так как на руках совсем кривенько получаются крестики ну и конечно же удовольствие от этого очень мало но сейчас прицепила на кус напы поэтому вышиваю двумя руками получается побыстрее во первых во вторых все-таки чуть поаккуратнее но об этом возможно позже о процессах которые сейчас делаю попозже в рамках ознакомления с новой с новыми для себя фирмами я приобрела еще два наборчиком от фирмы хью крафт эта фирма как я понимаю не так уж давно появилась на нашем рынке я просмотрела их гигантские размерами работы они используют очень яркие краски мне нравится на выставке тоже были картины очень симпатичные красивые конечно птицы с фруктами но просто я даже не представляю куда я потом это все буду девать у меня не такие стены чтобы развешивать вот эти огромные картины поэтому я стремлюсь каким-то средним работам в пределах 40 сантиметров вот например одно из них опять же я очень падкая на всю эту овощную тему и вот одной из работ при которая приглянулась мне вот такая работа называется овощи и она по размерам 37 на 26 половиной сантиметров здесь 43 цвета и что мне вот здесь я уже естественно посмотрела что мне очень понравилось кроме того что здесь хорошие нитки по-моему да вот здесь вот идет равномерка не аида а именно ткань равномерного переплетения что меня очень порадовало кроме этих овощей я взяла в пару здоровую диету ну люблю покупать парами люблю вообще какие-то коллекционные вещи мне кажется парами они друг друга поддерживают и их легче пристроить на стенку она точно такого же размера поэтому мне кажется если эти две работы оформлять в одном стиле они будут замечательно смотреться на кухне вот хочу попробовать еще хью крафт это у меня вот первые наборчики от этой фирмы на самом деле у меня как раз такая тенденция к ознакомлению прослеживается и покажу последний наборчик который я тоже купила в целях ознакомления с этой фирмой но не только это набор от фирмы butterfly называется улитки кто бы удивился в этом году у меня улитки в части но кроме того что я вот мне очень захотелось набор для вышивания бисером и не просто набор для вышивания бисером потому что как вы помните у меня есть наборы для вышивания бисером и даже приоткрою немножечко за навеста не скажу что один из них я сейчас отшиваю и следующее видео будет видео будет как раз об этом так как работа практически уже даже перевалила за экватор я боюсь что я ее успею ранее закончить чем рассказать вам они ну ладно сейчас не буду пока вот почему эти улитки потому что мне очень захотелось попробовать вышивание бисером в круговой технике сейчас попробую приблизить картиночку вот в круговой технике эти улитки и глядя на наборы которые были представлены вот в круговой технике вышивки этот больше всего мне приглянулся мне нравится такое ощущение как будто волна расходятся от брошенного камешка в воду здесь на этом дизайне таких точки 3 две на улитках и одна вот на фоне ее видно я с удовольствием хочу это все дело попробовать на сегодня это все новинки которыми я хотела поделиться с вами спасибо большое что заглянули ко мне в гости всем желаю прекрасного вышивального настроения и всем до новых встреч пока